Всем привет! Сегодня хочу сказать несколько слов для авторов, которые хотели бы опубликовать свои ролики на нашем сайте. Требования в принципе довольно простые. Ролики должны быть на тематику компьютерные советы. В частности это могут быть видеоролики о Linux, где-то процентов на 90-95, но может быть немножко о Винде. Какие должны быть, скажем так, или у нас критерии к самим видеороликам? Вот если зайти сюда в раздел программы, то у меня есть два раздела. Запись экрана программы Simple Screen Recorder и как работать с видеоредактором OpenShot. Вот если зайти, допустим, в этот раздел, здесь вы можете посмотреть и образцы, а вот здесь настройки видео, запись, редактирование и так далее. Качество должно быть самое высокое, 1080. Раз. Тематика, значит, должна быть на тему в основном Linux. Естественно, значит, никаких бранных там выражений и так далее не принимается. Просто нормальный русский язык. Это, значит, вот как записывать экран. И есть еще, значит, как работать с редактором для видеороликов. Здесь полностью, значит, как его настроить, с примерами, со всеми. Пожалуйста, значит, посмотрите видеоролики и вы поймете, как можно легко, как говорится, работать с видеоредактором OpenShot. Как редактировать свои видеоролики и выпускать их в требуемом качестве. А также, как их выкладывать на трубу в видеотюб и так далее. Значит, те видеоролики, которые вы хотите опубликовать, значит, вы должны прислать на них ссылочку, чтобы можно было ознакомиться с ними. И если они по нашей тематике, как говорится, подойдут и не оскорбляют ничего достоинства, ради бога, значит, ваши ролики будут с удовольствием опубликованы. Потому что сайт не замыкается только на нескольких авторах. А, значит, принимают все, скажем, нормальные видеоролики. Плюс, значит, здесь для тех, кто ни разу с этим делом не сталкивался, пожалуйста, значит, вот вам эти два раздела. Посмотрите их, потренируйтесь и я думаю, что вы сможете создать свой личный видеоролик, значит, на тематику Линукса. Вот таким вот образом. Что еще? Значит, вот вы видеоролик, ну, почитали там, значит, посмотрели все видеоролики, потренировались, сделали видеоролик. Вот затем вы идете или в контакты, вернее, скорее всего, значит, можно написать письмо мне или Сергею Тимченко. Можно зайти на форум. И на форуме, значит, у нас обязательно регистрация, то есть для тех, кто не зарегистрирован, тут вообще, как говорится, ничего не будет. Считайте новости, пожалуйста, ну, если хотите публикации и так далее, то, значит, вам нужно будет вот зарегистрироваться. Когда вы, значит, зарегистрируетесь, тогда, значит, вы уже сможете, вот, общие правила почитаете, соглашение о конфиденциальности там и так далее. Затем, значит, вы сможете обратиться, опять-таки, непосредственно, значит, с вашим видеороликом, значит, к администрации. Вот, пожалуйста, значит, вот у нас имеется два очень хороших модератора, значит, Сергей и Алексей. И, вот, значит, к ним, значит, можно будет обратиться и, значит, предоставить им свои ролики. Вот таким, скажем, образом. Для чего все это дело делается? Линукс сама по себе система бесплатная, операционная система, общедоступная, удобная, людям нравится. И поэтому, естественно, чем больше людей они узнают и чем больше людей они расскажут, тем она будет, скажем так, более широко распространена. А данный сайт, значит, наш, вот, является, само название говорит само за себя, компьютерные советы. Вот и все. Значит, бывает так, что человек умеет хорошо делать видеоролики, ну, допустим, у него с речью не в порядке. Значит, лица, которые нормально владеют русским языком, ну, в частности, учителя, там, русского языка и литературы, с нормальной дикцией, вот, а также могут предоставить свои услуги здесь как раз вот именно лицам, которые обладают техническими знаниями и навыками, ну, которые считают, что, допустим, лучше использовать, говорится, голос человека, который по-русски говорит хорошо и профессионально, там, ну, нормально, короче. Значит, я думаю, что таких людей мы можем объединить на нашем сайте, и пусть у них получится хороший, как говорится, творческий дуэт или сотрудничество, а почему бы и нет. То же самое относится не только к авторам видеороликов, хотя сайт сделан, да и блог мой, в основном по принципу видеоинформации, вживую, но также определенная часть будет отведена под текстовую информацию, где авторы могут дать ссылки, там, допустим, на тексты, и, если, так сказать, эта информация будет, так сказать, нормальная и достойная, то почему бы и нет, ссылки будут на тексты, как говорится, публиковаться. То есть, своего рода я хочу, чтобы это было, как бы, ну, место, где русскоязычные люди могли бы между собой свободно обмениваться информацией о Линуксе, значит, видеоинформацией о Линуксе, ради бога, значит, пожалуйста, и не сочтите за труд, вот, пожалуйста, вам два раздела по программам, внимательно их просмотрите, потренируйтесь, там все ясно и понятно сказано и рассказано. Вот запись экрана и как работать с видеоредактором. Вам этого хватит? Ну, вот еще можете посмотреть, как загружать видео на трубу. Ну, все. И вам этого будет достаточно для того, чтобы уже вы технически смогли грамотно, нормально сделать ролик очень хорошего качества. Вот таким вот образом. Ну, ладно, я желаю вам всяческих творческих удач и успехов. Значит, сделайте ролики, значит, обращайтесь к модераторам, я думаю, что они с удовольствием их рассмотрят. Так что до новых встреч, до свидания.